Да, вот почти уже аплодисменты начинаются, но давайте на потом прибережем. Спасибо за представление. Юрий Петрович красочно это сделал. Единственное, может быть, такую небольшую оговорку сам вначале тоже хотел сказать относительно второго поколения или не второго поколения. Я не совсем считаю себя вторым поколением в компании Мариара, потому что, если говорить о компании Мариара, которая была организована в 1993 году, на тот момент мне было 17 лет. Непосредственное участие в регистрации компании и в создании юридического лица я, конечно же, не принимал, но тем не менее, с 17 своих годов опыт какой-то деятельности и зарабатывания каких-то денег уже имеется. Причем этот опыт был точно так же совместный с моим отцом, с известным Александром Федоровичем. Если говорить о компании Мариара, то изначальная трудовая книжка, которая у меня имеется, она датирована в 1994 году. И должность там стоит юрисконцер. Я был на втором курсе университета нашего, значит, АГУ, юридический факультет. И с 1994 года можно сказать, что в компании Мариара начали какую-то трудовую деятельность. На тот момент это была одна из многих, одна из большого количества, значит, компаний, которые появлялись после распада Советского Союза на всем постсоветском пространстве. Город Барнов не был исключением, и предпринимательская активность здесь была тоже достаточно такая бурная, яркая. Открывались производства, открывались торговые компании, и так далее, и так далее, и так далее. Причем на тот момент, к 1994 году, как опыт, значит, опыт был производственным. То есть и всем известным, наверняка, там, Александр Федорович, так же это рассказывал, существовала звероферма в селе Алтайском, Алтайского края, Юрий Петрович ее помнит, бывал. Думали шить шапки даже, с помощью этой зверофермы, когда думали, как будет выживать свободный курс на заре туманной индустрии. Так могли бы быть шапки фасона свободный курс, и могли бы пользоваться спросом. А сейчас было очень актуально в свете импортозамещения, шапки из отечественной Черномбурки и так далее. Но это был период, когда, скажем так, если не иллюзии, то определенный оптимизм у всех предпринимателей присутствовал. Всем казалось, что настоящее предпринимательство – это производство. Но в силу условий, которые существовали на рынке, там, высоких кредитных ставок и так далее, и так далее, и так далее, производство, к сожалению, было не самым правильным, не самым верным выбором применения своих каких-то там предпринимательских способностей. Именно по этой причине, когда это было осознано, то появилась компания торгового профиля. Хоть и до сих пор компания называется производственно-коммерческая фирма «Марера». То есть предполагалось, что производство тоже будет присутствовать, но в начальном этапе компании производство как такового не было. Ну, как уже сказал, это условно было экономической ситуацией в стране, и самым выгодным, самым правильным, самым эффективным видом деятельности была торговля. Все прекрасно помнят о мобиле коммерческих киосков, которые появились на улицах наших городов и населенных пунктов. Компания «Марера» была одним из поставщиков этих коммерческих киосков, точно так же, как была поставщиком существовавших еще тогда райпо и сельпо, которые остались от советской системы распределения товаров. То есть ставок одной из оптовых компаний, которых только в Барнауле засчитывалось, ну, по меньшей мере, там, наверное, сотни-две. Более крупных, менее крупных, занимавшихся всем подряд, не специализировавшихся только на какой-то отдельной группе товаров. Ну, их было очень много. В производстве, если говорить уже о моем опыте, о моей какой-то там деятельности, пути, скажем так, предпринимательском, то, наверное, первые какие-то более-менее там серьезные деньги, значит, нам удалось с братом, известным нашим лыжником, Виталием Денисовым, заработать. Это нам было, наверное, по 14 лет, и как раз на этой звероферме, которая была в Алтайском, мы одно лето трудоустроились туда и с удовольствием ухаживали за зверушками. Кормили, поили, значит, убирали все вещи, которые там за ними оставались. Вот. И одной из такой позиций, которой мы занимались, это мы взяли там делятку и выращивали золотой корень, ростки золотого корня, которые потом на Белокурихе, нашем курорте, и тогда популярны, и сейчас уже тоже достаточно популярны, реализовывали эти как рассады золотого корня. Вот это, пожалуй, были такие, ну, по тем временам достаточно серьезные деньги, там, надо сказать, что, да, это был еще там 90-й год, получается, советское время, там, например, мама, работая врачом, получалась, не ошибаюсь, 200 рублей зарплату в месяц. Мы тогда заработали за лето, наверное, там, тысячи по три, то есть, там, практически годовую зарплату специалиста, интеллигента, там, любого, не знаю, инженера, врача или учителя, мы заработали вот таким нехитрым трудом. Но нам это было приятно, потому что мы сделали это своими руками, мы заработали, мы были горды этим. Вот. К моменту, когда, кстати говоря, будучи на этой фирме, я прочитал очень интересную книгу, она там стояла на полке, как большая, желтая, значит, называлась, это автор Лия Пока, легендарный, значит, американский менеджер, управленец автомобильной отрасли, который, если не ошибаюсь, по-моему, Форд, работая в компании Форд, был страшно, значит, расстроен, обижен, когда его собственник компании уволил, и он принципиально ушел в компанию Красиво, поднял ее с нуля, с колен, когда она уже там практически была в банкрот. Это, кстати, еще такой яркий пример предпринимательских амбиций, когда человек не ради каких-то денег, не ради больших заработков, а ради принципа, амбиции и так далее, добивался колоссальных результатов. Я прочитал эту книгу, на тот момент она мне прям страшно впечатлила и понравилась. Много вещей, которые я старался использовать потом, в будущем уже. Одна из них, например, у меня до сих пор, я ее помню, не перечитываю, но помню до сих пор, что совет он такой давал, что когда садишься, или когда собираешься сделать какой-то звонок, он рекомендовал записать все вопросы, которые хочешь обсудить на бумаге, задать какие вопросы хотел, и так далее, и так далее. И при этом, как он уверял, что половину из этих вопросов вы отсеете, потому что немного поразмыслив, вы сами на них ответите. И составив некий такой план беседы, общаясь с контрагентом на другом конце провода, вы будете, ну, как минимум, выглядеть более толковым, более грамотным человеком. В будущем я старался это применять, и это было успешно. Так вот, в 92-м году, я немного о себе интересую, в 92-м году закончил школу. Обычно наша средняя школа, 64-я, поступил на юридический факультет. Это было время, когда, по-моему, наш курс был самый многочисленный. Это впервые набрали 6 групп. Это был колоссальный спрос на юристов и экономистов. Все хотели быть... Все пошли в юристы. Да, никому не хотелось быть врачами и так далее. Все хотели быть юристами и экономистами. Ну, я вот тоже попал на юридический факультет, о чем совершенно не жалею. Рад и счастлив, что его закончил. Было интересно учиться, хотя, на мой взгляд, эту всю учебу можно было, ну, минимум на как сократить. Потому что последний год, не знаю, как на других институтах, но на нашем последний год точно там можно было не учиться, и никто ничего уже там не делал. Параллельно, получается, с учебой в 94-м году начал уже работу тогда существовавшей компанией «Марья Рай». Один из первых таких, скажем, вкладов в деятельность компании, мне запомнился, состоял договор с нашим Сбербанком. Это, по-моему, был единственный договор в крае, по которому на остаток средств на счете Сбербанк начислял проценты. Я это сделал исключительно так, как нас учили в институте, как должно быть, и как это правильно, и, так скажем, по науке, и по закону. Александру Федоровичу удалось этот договор подписать. И какое-то время он просуществовал, потом его отменили, и процентов там не начисляли. Но, тем не менее, там год или сколько-то это происходило. В 96-м году, уже практически заканчивая университет, я, можно сказать, уже в полный рост включился в работу и занимался. Это был год, когда я занимался фруктовым направлением. На тот момент у нас в магазинах, если не ошибаюсь, там было, ну, может быть, там 7 или 8 магазинов. Порядок примерно такой точно еще не было, даже 10. Причем эти магазины были, скорее, как отдельные самостоятельные единицы, но не было сеть там в сегодняшнем понимании. Это были объекты недвижимости, в которых там коллектив, либо тот же, который существовал до приобретения этого объекта, либо, может быть, частично уже там вновь набранный, занимался самостоятельной деятельностью. И задача была там, по большому счету, чтобы они не приносили убыток, доход там особо также никто и не требовал. Основная деятельность была артовая торговля. И если в начале пути, значит, компания торговала всем, чем только можно, и колесами АТ-700, и ВАЗовскими пятерками, и девятками, я там прекрасно помню, как еще так же с университета с лекции уходил, чтобы выгрузить девятки, согнать их, так сказать, с сетки. Мне сетка пришла, не помню, 30, сколько там машин в этой сетке. И вот мне 18 лет, я счастливый и довольный, эти машины там сгонял. Вот, к 96-му году профиль уже практически сформировался, и компания занималась практически только продуктами. Это, на тот момент, это все были импортные. Я даже не припомню, вообще, было ли что-то отечественное, там, ну, может быть, только какой-нибудь там зеленый горошек с Краснодара, там. А так, все остальное, включая, там, майонез, я прекрасно помню, как, кстати, там, будучи так же студентами, мы с друзьями там ходили и разгружали вагоны, которые там приходили, там, в том числе, этот майонез-хампер, я помню, до сих пор, там, голландский. Я не знаю, там, объемы продаж были, там, колоссальные. Меня всегда, сейчас, я думаю, елки-паку везли из Голландии, майонез, значит, и серые по стояли в очереди, там, вагоны, там, была микс-секция, там, 6-4 вагона. Она разгружалась не в склад, а разгружалась сразу же на машину, эти газики разъезжались потом, там, наверное, по 80 направлениям, края, там, и так далее. Вот. Занялся фруктовым направлением, и это было, наверное, до сегодняшнего дня, это было, наверное, самое легкое, самое интересное, самое неопременительное занятие, которым мне довелось заниматься. Значит, ну, практически, там, с 6 утра, там, я проезжал, там, были, так же, эти, там, узбекские, значит, рынки, к 8 часам у меня уже все магазины были обеспечены, я уже был свободный, счастливый, и, не знаю, там, ехал загорать на пляж. Вот. К 98-му году, к кризису, к моменту кризиса я занимался, уже возглавлял все оптовое подразделение. Мы на тот момент, значит, определились с Александром Федоровичем. Это, кстати, кризис 98-го года, это, можно сказать, и было начало создания сети Мариара. То есть не 93-й год, на мой взгляд, когда была зарегистрирована компания и куплен первый магазин. Это, еще же, это были разрозненные объекты недвижимости, в которых каждый, что называется, там, рулил как мог. По, когда наступил кризис 98-го года, мы осознали, одним из направлений волковой деятельности было снабжение магазинов, существовавших тогда, там, в Барнауле. Это были, как правило, трудовые коллективы, редко где-то были, там, директора магазинов уже собственниками. Как правило, это были трудовые коллективы, которые, там, по советской, скажем так, методике продолжали, там, заниматься торговой деятельностью. Так, как они это делали всегда, и мало что у них, там, менялось. Ну, просто только что, как один из примеров, я не знаю, многие здесь присутствующие помнят виноводочные отделы, которые были, там, зарешечены. Не знаю, доводилось кому-то это видеть или нет, я там помню. Это, надо сказать, это было большим прогрессом, когда мы в своих магазинах решетку убирали, директора возмущаются. Да как же так, в заводке полезно, зарежут и так далее. То есть, надо тут бронированные двери стоять. Поэтому это сегодня смешно, это сегодня, так, это недоумение, а на тот момент это абсолютно реальные были вещи. Ну, я уж не говорю о том, что, там, кстати говоря, наши, там, магазины первые, там, до 2001 года, там, до 27-го магазина, наши магазины были прилавочные, то есть, по сути, та же советская система, только что решеток не было. А так, каждый, ты хочешь купить, в каждом отдел стоять, там, за молоком, условно, за хлебом, там, и так далее. Ну, единственное, мы с этим объединили. В советское время еще и были хлебный магазин отдельно, молочный отдельно, а за овощами еще километров нужно идти. Ну, у нас, хотя бы это было все в одном. Вот, в 98-м году, когда пришло время собирать деньги за розданный товар, выяснилось, что большинство наших антрагентов, в первую очередь, магазинов, не в состоянии это сделать. Кто-то из них элементарно, что называется, проел эти деньги, кто-то там, проворовался, потому что разные могли быть причины, но результат было не было. Возвращать долги, так сказать, было не с чего. И тогда возникла идея, да, слушайте, на самом деле у нас там два варианта. Вариант первый, это обучать эти магазины торговать, считать деньги, значит, быть эффективными, для того, чтобы они могли рассчитываться с нами за поставленный товар. И второй вариант, это самим, по сути, создавать эту сеть и заниматься розничной торговлей уже самостоятельно. Мы приняли решение пойти по второму пути и определились, что как раз развитием сети будет заниматься там Александр Федорович. Значит, он всецело занимался тем, что договаривался с теми же трудовыми коллективами и выкупал там у них помещения. Моя задача была ввести оптовую деятельность, которая приносила доход на тот момент другого. Еще те магазины, которые были, дохода, по сути, там не приносили, а были как некое экономическое, финансовое уложение. Не более того, значит, с 98-го года я занялся, возглавило оптовое направление, в которое в том числе входило и снабжение, значит, существовавших на тот момент наших магазинов. Ну и вновь открывающиеся магазины. Точно так же там мои обязанности входило и обеспечение магазинов, или точнее так, снаряжение что-либо магазинов, там, торговым оборудованием и так далее, и так далее. Причем, я помню, мы брали магазины, в которых, например, были полы, ну, мозаичные полы, мы говорили, ну что это, мозаичные полы, надо делать плитку, и мы поверх мозаичного пола достаточно нормально выкладывали керамогранит, там, или еще что-то, снимали, как сейчас помню, магазин Баном на Павловском траке, мы снимали, потолок был там алюминиевый, мы снимали и делали рамстронг. Это было понятие евроремонта, значит, думали, что вот это и есть самое что-нибудь, а есть крутая-крутая отделка, так скажем, помещений. Вот, бывая на конференциях, мы, безусловно, там, смотрели, ну, надо сказать, что там до 2000 года практически, я не помню, по стране, особо розничные сети-то нигде еще не появились и не развивались. Они были в таком зачаточном состоянии, мелкие, локальные, там, один, два, пять, десять магазинов, и какой-то там, как в Европе, продуманной системы снабжения, управления и так далее, этого не было. Причем, бывая на всех розничных конференциях, их тогда проходило, там, большое количество, гораздо больше, чем сейчас, где выступали иностранные специалисты, эксперты, мы каждый раз, помню, приедем, приехали, там, рассказывали, самый лучший магазин у дома, это 400 квадратных метров, все, теперь будем делать только 400 квадратных метров. Идем мы, как, 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 пример, магазин стеклянный, бывший на соцпроспекте, где, я что-то не помню, общая площадь, наверное, тысячи полторы квадратных, значит, мы говорим, ну, нам полторы не надо, позвали Филипчука в компанию, говорит, давай, Васильевич, ты забираешь там часть, и мы 400 квадратных себе забираем, и будем в самый лучший открывать магазин. Приезжаем на следующую конференцию, какой-нибудь, там, специалист, не знаю, там, с Германией, говорит, лучший магазин у дома, это 600 квадратных метров, все, сейчас мы будем открывать 600 квадратных метров, вот, и делаем это 600, и так, было, помню, дошли до 800, ну, один из последних такого рода магазинов на Балтийской открывали, хотя площадка позволяла построить больше объема, но мы, значит, слушая немецких специалистов, построили 800 и сделали торговый, значит, свой зал, торговый магазин 800 квадратных. Вот, то есть учились всему не по учебникам, не считая ни Экоки, значит, ну, и еще, может быть, там, в институте, там, Адама Смита, какими-то, там, урывками, значит, свободный рынок и так далее, и так далее, невидимую урывку рынка, вот, а учились на собственных ошибках, на собственном, скажем так, опыте, на опыте своих коллег, единственное, что помню, когда приезжали на те же конференции и общались, значит, с ритейлерами из других регионов, как правило, вопросы были одни и те же, там, и мысли были одни и те же, даже, там, в большинстве своем пути решения каких-то проблем тоже были, там, одни и те же. Ну, это было интересно, это был такой период, когда все были на подъеме, всем было все жутко интересно и готовы были работать начальник, ну, там, не знаю, для, вот, я сейчас смотрю, думаю, ух, палка, у меня был кабинет, ну, примерно, кстати, это у меня потом стало отдельно, так мы сидели в большой кабинет, там, у нас было 8 человек, и кто-то беседовал по телефону, кто-то тут ругался с каким-нибудь поставщиком, выяснял нам, почему он плохую селедку привел, привез, там, и так далее. Потом был кабинет полтора на полтора, где только стол вмещался, и окно выходило на медленную фабрику, мы были на партизанской, открывать его было нереально, потому что сажа летела сразу же, поэтому вот в этой коморке сидел, все было хорошо, и работали, там, понятия, могу сказать, там, понятия субботы не было вообще, воскресенье это было, не знаю, раз в месяц было воскресенье, а так, причем планерки, например, у нас были, как правило, там, пару раз в неделю проходили, должны были начинаться часов 8, начинались, как правило, в 10, или в комнату, там, до часу, что-то там обсуждали, вот, и хватало сил, не знаю, здоровья, самое главное, там, энтузиазма, и все вот бежали вперед и что-то делали. В 2001 году мы открыли первый магазин самообслуживания, я могу сказать, что это, наверное, это был 27-й наш магазин, это было, наверное, такой, некой поворотной историей в развитии розничной сети. Ну, во-первых, магазин самообслуживания, там, в 2001 году, это было, могу так сказать одно, директора наших магазинов, там, под руководством руководителя, значит, сей розницы, такая была у нас Пономарева и Лена Васильевна, они грозились меня расстрелять где-нибудь, что, Женя, ты не представляешь, на что ты нас толкаешь, нас обворуют, ты хочешь, чтобы наши дети пошли по миру, не переживайте, все будет хорошо, мы же не первые, уже есть такие магазины, там, есть статистика, что там воровства, там, условно говоря, один процент, и то, большая часть из них, это собственный персонал, нет, это ты просто, ты не знаешь, это где-то там в Москве, у нас тут одни жулики, бандиты, тут кофе все поворуют, ставьте нам все везде видеокамеры, ставьте администраторов, пусть за всеми следят. Значит, ну вот, с боями мы открыли, с боями мы открыли этот магазин самообслуживания, это был Рассвет, это как раз магазин Рассвет, это был Северо-Западный, как раз рядом с тем местом, где мы жили, где прошло там мое детство, не самый, может быть, там, лучший район города, но, как выяснилось, ничего там не наворовали, магазин успешно работал, и с того момента все последующие магазины открывались уже в формате самообслуживания. Тогда же возникла у меня идея, когда я стал анализировать и смотреть, а что вообще, в принципе, у нас там представляет из себя наша сеть, и стало понятно, что у нас на тот момент на каждом магазине был свой автомобиль со своим водителем, каждый директор магазина имел у себя зама, который занимался закупом товара, он ездил по всему городу, и где-то что-то там покупал, и в том числе покупал там с нашей актовой базы на нашем актовом подразделении. При этом, сейчас смешно это вспоминать, но это были времена, когда мы, например, сидели, я спрашиваю, слушай, ну как так, тут там планерка в магазине, да, там магазин, 10-й, например, там покупает селедку там по 10 рублей, а 12-й магазин покупает ее по 15 рублей. И директор вставал и говорит, да, что же у них за селедки, посмотрите, какая наша там, что ее тут кушать невозможно, а наши-то хоть на выставку отправляй. Ну ладно, хорошо, сгущенка-то, вот одного и того же завода, она-то почему у вас там на рубль дороже, чем мы, с ней-то что вы волшебного произвели, что она подорожала. Не переживайте, сейчас цены пойдут в рост, и мы на них заработаем уже здорово, и закупать нужно по той же цене. Почему Константин, грубо говоря, может ее закупить за такие деньги, а вы не можете это закупить. И тогда как раз сделали, это был наш первый распред-центр, на тот момент мы базировались уже на космонавтов, ну, склады на Паралютарске еще оставались, но основное уже все было переведено на космонавтов. Мы начали строительство распред-центра, ну, это тогда мы его называли распред-центр, сегодня мы, чтобы было понимать, сегодня это у нас архив, это 4,5 тысячи квадратных метров с высотой хранения 4 яруса, то есть это около, и даже 5 ярус, и уже около 7 метров высотой хранения стеллажа. Кстати говоря, на тот момент это был лучший склад в городе Борноу. Ничего подобного не было, это были полы идеально там ровные под штабелеры, это было грамотно расставленное стеллажное оборудование, это объект, мы сами сидели, взял, на тот момент я взял девушку на руководителя логистики, мы с ней разрисовали там этот план, как у нас будут стоять стеллажи, как будут ездить там реч-траки там и так далее. Вот, и на базе этого склада, или там распред-центра, я решил забрать у магазинов право самостоятельного закупа и забрать у них все автомобили. Вместо 27 наших газиков, которые я просто, честно говоря, там притомился, подписывать то там меняли фару, то меняли радиатор, то еще что-то, причем там контролировать было там, достаточно проблематично. То ли он эту фару уже второй раз тут меняет, то ли он на самом деле там использует, то ли он просто ту же самую стоит. Мы забрали 27 газиков с легкостью их продали и купили, забыл уже там, по-моему, 7 автомобилей Scania, 10-тоники Scania, причем они были бушные, даже уже не помню, какой-то знакомый меня надоумил, мы из Питера взяли эти машины, вообще они были англичане, справа рулем, вкладник их переделывали на левую руку, и вот на этих машинах, на 7 автомобилях, это был наш первый, скажем так, ну вот первая централизация сети. Дало колоссальный эффект, ну, во-первых, там просто затраты, вместо 27 водителей стало 7, которых стало гораздо проще контролировать, причем расход у каждой из этой Scania был такой же, как у каждого газика, что, соответственно, тоже в 4 раза стала уменьшена все эти затраты, они стали контролируемы, а магазины перестали закупать, у них не стало возможности закупать где-то там хорошую селедку или великолепную сгущенку, и все это дело пошло, мы завели, создали там, по сути, коммерческий отдел, который, как бы, выделили коммерческий отдел, который уже занимался снабжением магазинов, всем ассортиментом, если в окне у нас были, там, ключевые позиции, там, бананы, дефрукты, там, сыры, крупы, рыба, то на магазины этого ассортимента было недостаточно, поколейную группу занимался у нас коммерческий отдел, который уже там, непосредственно, стабжаломагазин. Вот это 2001 год, можно сказать, и есть рождение Марии Ра как сети, как розничной сети. При этом, мы продолжали заниматься оптом, причем, надо сказать, что там и в 98 году уже было понятно, в 2001, тем более, было очевидно и понятно, что оптовая деятельность, как деятельность, она умирает, и перспектив у меня никакой нет, то есть нет людей в мире оптовых компаний, то есть есть, не знаю, трейдеры сырьевые, какой-нибудь там, каргер по сахару, или еще там кто-нибудь, вот, есть логистические компании, которые оказывают услуги, там, доставки от производителей к покупателю, но оптовых как таковых нет. И было очевидно, что нам оптовое подразделение, нужно будет либо со временем закрывать, либо переводить, в какое-то там, развивать производство, либо превращаться, как в логистическую компанию. Но на тот момент, параллельно, с одним из своих однокурсников, мы организовали, было такое предприятие, «Месной двор», эта идея еще была там, со студенческих времен, а тут он пришел, закончил свою деятельность в таможне, и говорит, «Слушай, давай, уже два ребенка, надо чем-то семью кормить, давай что-то будем создавать, его серый». Ну вот у меня идея давно вынашивается, давай я попробую реализовать. Это был один из самых увлекательных моментов в моей деятельности. Я за два года ездил весь Алтайский край. Причем для меня было открытие, меня был страшно удивлен, что, например, в один из райцентров, там, Тюменцево, асфальтовой дороги-то нет. То есть там последние 20-30 километров это гравит, ну, либо надо делать крюк в сторону камня, возвращаться там, чтобы проехать по асфальту. Вот, я как-то полагал, что там все райцентры как минимум дороги асфальтированные обеспечены. Точно так же, я помню, там для нас стало открытие, мы по карте посмотрели, с Петропавловки, ну, с Петропавловки уехать, как раз там, Валейск. Ну, вроде по карте дорога есть, быстрее, чем через Барново возвращаться. Но не тут-то было, там, это дорога, по которой больше 15 километров разогнаться было невозможно. Один раз мы проехали, больше не ездили. Вот. Мы открыли 10, значит, мы наметили, все составили план, посмотрели, как занять эту нишу заготовки мяса, и открыли 7 умойных пунктов в Алтайском крае и 3 в Новосибирской области. Мы закрыли практически весь край, забирали, на тот момент мы примерно занимали процентов, там, 35 от всего мяса, которое Алтайский край производил. Мы с большим успехом, я там горжусь, это было производство, которое было достаточно на высоком уровне, очень эффективным, и мы были поставщиками госрезерва, это очень сложная история, поставить на госрезерв мясо, где там один из критерий, вот договор госрезерва на страницах на 20, причем, чтобы туда вообще попытаться поставить, надо сначала оплатить аванс, залог, то есть ты поставляешь, но ты еще и платишь залог. Должен поставить, выиграешь, допустим, там, тысячу тонн, должен поставить всю тысячу тонн, если поставишь 999 тонн, а килограмм не поставишь, то с тебя штраф 20% от всей суммы договора. А как поставить туда эту тысячу тонн, когда одним из критериев является, например, там, мясо должно быть розовым. Ну, я понимаю килограммы, я понимаю, там, не знаю, длину, высоту, толщину, но понятие розового, для меня розовое, это вот одно, а для кладовщика, на госрезерве, розовое, это немного другое. Ну, мы умудрялись поставлять, и были на хорошем счету, на госрезерве, там, на военных поставляли, там, на мясокомбинатные, хотя были на первом, одна из первых наших поставок, мы поставили на братский мясокомбинат, там, ну, там, причем договаривались, там, допустим, по 100 рублей за килограмм, они приезжали, принимали его здесь, машину отгрузили, ушла, приходят, они звонят и говорят, так и так, мясо-то ваше не очень, давайте его по 50 рублей. Ой, как так, как по 50? А как же мы еще 50 делаем? Вот это были моменты, через которые мы тоже проходили, мотали на ус, значит, и как-то выскрипались из этой ситуации, там, бежали дальше. Единственное, что точно всегда, всегда имели в голове, всегда имели в виду, что там невозможно, как там на русском радио раньше будет, там, барыш без наклада не живет. Вот тут то же самое, там было понятно, что невозможно, чтобы все сделки были успешными, невозможно, чтобы вся деятельность всегда была только там в плюс, и чтобы всегда, все везде сопутствовало удача. Всегда будут какие-то там ошибки, пусть большие, небольшие, пусть те, которые можно было избежать и которые невозможно было предусмотреть, но они будут. И самое главное в ситуации, когда такая ошибка допущена, это точно там не рвать на голове волосы, не посыпать, так сказать, себя пепло, засучать рукава и лежать дальше, отрабатывать эту ошибку и стараться впредь ее не допускать. Хоть и говорят, что там умные учатся на чужих ошибках, но я всегда говорил, у нас ребята, когда особенно приходили, молодые, на менеджеры, всегда говорю так, вот от вас достаточно, чтобы вы свои ошибки второй раз не повторяли. То есть по одному разу, я готов принять, так сказать, принять, простить, если это второй раз, это уже говорит о том, что парень, тебе что-то надо позаниматься. Было это местное направление, успешное, достаточно организация, причем хватало времени заниматься и оптовой деятельностью и участвовать еще в рознице, в развитии розниц, в обеспечении и параллельно вести это направление. Причем это направление мне хотелось вести даже не столько ради какого-то, чтобы дополнительного заработка, сколько скорее реализовать свои амбиции в самостоятельном проекте. Это был, кстати, как раз проект, который вообще никак не был связан ни с сетью Мариера, ни с оптовой деятельностью, потому что нигде, ни на каком этапе не пересекался. Более того, для нас даже было некой общественной нагрузкой, мы пытались в магазинах на тот момент делать мясные отделы. Но тоже, надо сказать, та еще история. К счастью, мы это закрыли и больше мы этим до недавнего времени не занимались. это направление мы с Сергеем закрыли, продали это предприятие и наверное с этого времени как раз мы начали развиваться за пределами розничной сеть Мариера начала развиваться за пределами Алтайского края. Причем произошло это очень интересно. Подав местной гордом, ну что, силы есть, время есть. Я успевал даже на работе прочитать газету ведомости от корки до корки и посмотреть новости, что там где в мире творится. Ну что-то надо делать еще. И тут попадается мне на глаза объявление в Омске мы прогнозный план приватизации там выставляется сумасшедшее количество магазинов всяких овощных и так далее и так далее и продовольственных. То есть если бы к этому времени практически приватизация уже прошла и магазинов не осталось в муниципальной собственности. Например, в Омске они там 2006 по-моему что ли год они только решили этим заняться. Я думаю ну все значит пойдем в Омск. Расстояние в принципе там приемлемое будем открывать магазины. Сейчас мы тут быстро купим 10-20 объектов и будем создавать. Но купить успели мы три объекта и честно говоря там как бы не очень здорово все пошло по покупке там этих остальных объектов которые выставлялись на приватизацию. И тут появилась мысль слушайте о чем мы пошли в Омск 800 км когда есть в Новосибирске 200-250 км неправильно начать с Новосибирска это был этап был толчок когда мы вышли за пределы Алтайского края и уже с того момента начали открывать магазины в Новосибирске в Кемерово в Кемеровской области можно уже там в Томск вышли причем была такая интересная можно сказать знаковая покупка в Новосибирске гостинице центральная это был как раз уже 2007 год и Новосибирск нас услышал как раз в связи с этой покупкой до этого времени у нас было уже штук 20 магазинов но никто компанию Мариора особо не воспринимал и не слышал а после аукциона по продаже гостиницы все заговорили что там за ребята из Барнаула покупают гостиницу нужно еще сказать что цена выросла на аукционе в два раза и все были немного ошарашены были удивлены я был тоже ошарашен после аукциона говорю поехали ну как раз были были слетали ну честно говоря ну открыл есть объявление продается гостинице посчитал по квадратному метру четвертую цену разделил ну нормальная цена посмотрел что там буквально месяца до этого выставляли на аукцион и никто вообще не заявился то есть аукцион не состоялся но там правда было условия по сносу то есть выкуп с обязательным сносом муниципалитет учел что нет интереса выставил на следующий аукцион уже без обязательства сноса цену оставил туже ну никто не придет пришли зарубились дошли до 400 миллионов и как в том анекдоте и говорю Виталий поехали посмотрим что мы выиграли приехали я вообще был в шоке мне казалось я в нашей докосинце в Барнаугле центральной был я думаю там примерно такая же но она была совсем не такой всю дорогу назад ехали и считались не то ли выгоднее отказаться и потерять задаток то ли все-таки есть смысл там ее выкупать пошли с нашим финансовым директором Володей пошли тогда взяли ну во-первых сходил департамент имущества новосибирска договорился об отсрочке я уж не помню 10 дней нужно было после аукциона плачать договорились на месяц причем там все это с таким этим я говорю слушай в два раза дешевле никто не покупал в месяц по году точно не сыграет я говорю я уверен что если мы сейчас откажемся второй раз за эти деньги никто не купит подписали эту рассрочку мы оформили кредит примерно как раз на половину этой стоимости но это оказалось недостаточно там еще пришлось поработать с выселением так скажем управляющей команды которая с какого года 90-го с какого занималась и считала эту гостиницу своей несмотря на то что ни акции ни какие доли ей не принадлежали но тем не менее родился проект реконструкции этой гостиницы причем приходил во время еды и сначала мы планировали просто сделали обследование хотели настроить пару этажей то подобно что мелочиться сейчас мы тут сделаем обратно новосибирцев и сделаем красоту такую на которой все семьи будут приезжать в балансах экскурсии водить будут но не все разделили наш оптимизм и по прошествии причем на самом деле по прошествии всех обязательных административных процедур на этапе уже получения разрешения объявились некие общественники которые говорят да что вы как тут будете портить нам облик исторического города тут у нас куда ни плюют ни где памятники а вы тут со своей какой-то современной архитектурой мы говорим ладно поняли дальше делать не будем пока этот проект находится причем самое интересное разрешение мы получили в конце концов но вот желание что-то делать пока по новой не появилось ну кстати может быть это и к лучшему в сегодняшних условиях это было бы наверное достаточно сложным проектом и не знаю насколько это было бы успешно там буквально через какое-то время после покупки гостиницы Александр Федорович приобрел рынок он занимался покупкой центрального рынка вот скажет что тут Женя гостиницу купил пойду я пойду значит ну приехали мы на рынок как раз кстати это был мясной этот двор и продал и одного из наших скажем ключевых менеджеров в мясном дворе говорю Алексей давай собирай вещи и поедешь в славный город Новосибирск будешь управлять рынком он говорит а что это такое я говорю мы едем вместе будем смотреть мы собрались начитала сестра моя она закончила МГИМО девчонки одногруппницы однокурсницы работали по всему миру играла давай мы нашли по интернету смотрели лучшие рынки в мире в Испании в Барселоне Ля Баке это там легендарный рынок я еще не помню там с 800-летней истории значит и рынок в Леоне Франция скажем так кулинарная гурманская столица Франции договорилась со своими подружками они организовали нам встречу с руководителями этих рынков где мы неделю в майские праздники поехали и исследовали эти рынки причем два совершенно разных подхода два совершенно разных рынка один из них в Лионе это муниципалитет зарабатывает там уже не помню ну порядка 3-х что ли миллионов евро в год зарабатывает это рынок на котором я видел самое современное оборудование которое только есть в продовольственном торговом оборудовании я ни в одном супермаркете ни в похитлении подобного рода магазинах за границей нигде не видел подобного оборудования ну мало того что оно там функциональное оно еще и там дизайнерское красота как директор этого рынка говорит что если на нашем рынке чего-то нет значит этого в мире не существует то есть там принцип такой что там есть все всегда и все да там чуть выше цены контингент покупателей это не те кто пришли за более дешевым товаром это те кто пришли выше среднего доход это покупатели которые хотят люксовый товар которые хотят ну там например одной клубники было там восемь что ли сортов мы взяли купили все восемь попробовали честно говоря я сильно их не отличил ну одна какая-то там биологическая другая там вот оттуда третья другого региона значит и так далее там те же курицы их так же там битов 12 лежит причем цена одной там самый дешевый и самый дорогой может отличаться там в три раза ну тоже видимо там одни кормились музыкой другие без музыки но это это рынок на котором например я впервые увидел увлажнители на зелени то есть всякая петрушка и так далее она там увлажняется я не знаю не сбрызгивает вот так там а идешь там включилась оборудование пошел пар мелкодиспенсерное какое-то распыление значит и вот она увлажняется короче набрались опыта посмотрели думаем ну все мы сейчас будем делать лучший рынок если не страны то есть ибери точно надо сказать что муниципалитет который до нас владел этим рынком дохода не получал столько сколько мы стали платить налогов то есть мало того что он продал и заработал на продаже так он еще и налогов стал получать гораздо больше чем получал как акционер дохода от этой деятельности но это конечно вообще отдельная история это достаточно сложный организм и первый год деятельности мы с Алексеем с директором практически не ложился с телефоном с ним беседовал и утром вставал тоже с ним беседовал что там как и почему и как же нам теперь организовать чтобы друг у друга помидоры не воровали это на самом деле гораздо сложнее чем любой торговый центр хлопаннее суетнее но интереснее мне кажется мы сделали он честно говоря и так был хороший с продовольственной группы но мы сделали его на мой взгляд еще лучше вот кстати примерно в то же время было там 2006-2007 год я уже так же рассказывал как появились торговый центр первый торговый центр в городе Вийске идея возникла построить его там по той причине что мы опасались конкуренции со стороны монстров типа Мекки и опасались строить такой объект в Баннауле полагая что мы не сможем выдержать такой объект надо сказать что ребята владельцы Европы на тот момент рискнули и я Юрий Петрович так же говорю что с большим уважением отношусь к ним как предпринимателям они не побоялись этого сделать и сделали успешный и до сих пор самый популярный самый посещаемый торговый центр мы посчитали что это не совсем правильно делать в Баннауле и сделать его там в Рукцовске надо сказать что тоже достаточно популярный до недавнего времени это был вообще единственный подобный центр люди ходили туда кататься на эскалаторах это было в дековинку ну уж не говоря о том что кинотеатров в Рукцовске не было и мы открыли там 4-зайный кинотеатр это тоже было там событием для бизнеса это был торговый центр после этого появилось желание делать подобные торговые центры примерно в тех же размерах около 30 тысяч квадратных метров был построен в городе Кемерово еще в ряде городов поменьше в Осинниках 10 тысяч значит ну вот в Рукцовске в прошлом году как раз получается полтора года назад был открыт в Рукцовске 32 тысячи квадратных метров очень красивый ну во всяком случае мне нравится просторный светлый большой но пока к сожалению там не настолько заполненный и к сожалению в городе Рукцовске там посетителей покупателей не хватает для такого объекта для такого торгового центра заканчиваем мы строительство кинотеатра и надеюсь что там в 10-х числах декабря мы откроем 4-зайный кинотеатр в Рукцовске надеюсь что это тоже даст ну во-первых как прихожу в администрацию там буквально за месяц что-ли до открытия объекты они говорят слушай ты вселяешь в нас надежду если вы вкладываете в Рукцовск деньги значит он наверное значит мы что-то просчитали он не умрет конечно не умрет пока пока мы не отработаем он не умрет шутка конечно но тем не менее поэтому откроем кинотеатр посмотрим надеюсь что тоже будет и какой-то такой позитивный в целом для города подъем будет без людей хотя надо сказать город конечно сумасшедший значит сделали там в них дороги кто был Рукцовский знает не самые лучшие напротив нашего центра сделали дорогу в прошлом году мы едем и они ее сделали как только эту дорогу сделали две машины уже к нам в торговый центр заехали я говорю да елки палки только две сделали причем самое смешное только сделали буквально дня через три второй залетает я говорю давайте ставить отбойники поставили отбойники вот уже и в отбойники залетели ну хоть не двери там чинить ну то есть не знаю там а рядом наше здание стоит забор но бетонный забор на металлических столбах сбрасывают фотографии плиты валяются что такое что случилось там столб вырезали металлоломы вот это это Рубцовский поэтому надо сказать бессуары мы сделали инфракрасные долго меня отговаривал директор Томесского говорит я знаю не надо инфракрасные ставить я говорю нет поставим инфракрасные пока еще за год ничего не выгодят а например кстати а в волне буквально в первый месяц два бессуара оторвали головки инфракрасные не знаю что они собираются и не делать думали куда их можно применить не придут видимо ребята более сообразительные чем мы они знают что с ними делать ждем мы шнаг скажем поэтому такие открытия значит происходят вот открыли 29 июня открыли во уму хоть Алтопресс пишет о том что собирались открыть в ноябре потом перенесли на апрель значит официально заявляю в ноябре никогда не планировали открывать до прошлого года в апреле действительно планировали то есть один раз переносили открытие перенесли вот на вот эти три месяца причем там ряд объективных было причин прошлый год была такая дождливая осень что с бурнталью была засада но тем не менее я могу сказать что мы достаточно быстро его построили более того те же ашановцы когда говорят слушайте давайте у нас по плану вообще было открытие на август они говорят давай на 29 июня почему на 29 июня посмотрел как ждать понедельник как вы обычно в пятницу открываете ну субботу можно почему понедельник да вот у нас собственник господин мелье его он один раз в год приезжает в Россию и вот 29 июня ну давайте 29 июня будем открывать и мы штурмовали так сказать на два месяца раньше сделали это открыто очень кстати интересный человек этот мелье мы с ним побеседовали тоже одно из таких наблюдений что чем может быть успешнее человек чем больше каких-то высот достиг тем он более простой вообще никакого снобизма никакого это надо сказать что там одна из крупнейших мировых ритейлеров причем там Ашан это лишь одно из подразделений крупнейшее но одно из подразделений у них точно так же есть декатлон спортивный сеть спортивных магазинов плюс у них также есть коммерческие помещения которые не помню по-моему племян что ли основатели жир век только в 60-е годах Ашан вообще организовал а вот он приезжал страшно был доводен ему понравился барнаул на открытии когда там открытие было я на приветственном условии желаю вам успеха и так далее сегодня понедельник рабочий день в обед открытие ну тысяча если придет человек будет хорошо надо как-то его будет развлекать чтобы он не расстроился ну и как-то зашел разговор сколько будет людей ну как ты думаешь скажу тысячу обидеться ну наверное много ну сколько три тысячи ну что потом делать своих нагоняй ну ты что ну тысяч ну все понятно для них семьсот тысяч город это конечно большое для России мы не знаем на 20-м или на 25-м месяц по численности а для Европы для Франции семьсот тысяч для Цюрих семьсот тысяч населения да но в первый день было двенадцать тысяч человек я думаю хорошо что с ним не поспорим но к сожалению я пытаюсь до них донести например там кассы эти не знаю кто бывал насколько удобно неудобно пользоваться этими кассами я говорю слушайте что-то придумывайте ну народ не хочет два раза там один раз отстоять в очередь все это сделать а потом еще там пробивать они говорят там высчитали не помню там короче там 20 или сколько-то процентов у них идет экономия по по кассам ну ладно пусть пробуют пусть продвигают новые технологии возможно мы к ним привыкнем будем пользоваться и думать как же мы раньше были без них но пока людей это немного оттуда вот ну строится банк тоже все наверняка там знаете видели надеюсь до конца следующего года тоже построим уж не знаю насколько там он получится хорошим успешным и так далее но будем стараться прилагать все усилия чтобы он таковым стал есть еще ряд проектов которые в той или иной стаде находятся и которыми я сегодня занимаюсь вкратце вот это очень долго уже рассказывал поэтому давайте какие вопросы чтобы уже отвечать на интересующие темы секундочку сейчас микрофон вам проходить это будет классический торгово-развлекательный центр который предполагается как бы в любом уже существующем или планирующем к открытию это галерея одежды рубль и так далее и так далее это продовольственная гипермаркета шар у него коровка уже построена и если все будет хорошо то надеюсь летом следующего года мы уже его откроем как первую очередь также это будет большая развлекательная зона где будет кинотеатр магазин кинотеатр детская зона развлечения футбол по большому счету все как обычно как у всех единственное что может быть там добавится не совсем обычная это каток честно говоря изначально была у меня мысль сделать этот каток как полноценную хоккейную коробку на которой можно было бы проводить тренировки однако затем поразмыслив сходив во дворец спорта где ребята вечерами играют тренируются поглядев как они там друг другу зубы выбивают матеряться я думаю что наверное не совсем это будет уместно в торговом центре других каких-то там вариантов занимать этот каток нет поэтому мы его изменили площадь достаточно большая порядка 800 скопейками квадратных метров это меньше чем хоккейная коробка но больше чем например в Новосибирской Меге в Меге около 400 квадратных примерно в два раза больше он такой интересной формы где можно покататься прийти с семьей у нас к сожалению даже зимой не так много мест где можно покататься на кальках я надеюсь что это будет привлечением и даже в зимний период времени не то что там в лепе когда кто-то соскучится по калькам но и зимой когда можно будет прийти с семьей я не знаю папа-мама покатались пошли что-то покушали ребенок еще дальше там рассекает вот вот такого примерно формата будет объявить ну еще отмечу что большая я уже забота около трех с лишним тысяч парковочных мест большая часть в закрытой парковке в теплой и часть это открыто около 800 или 900 мест на открытой площадке то есть на любой вкус что называется Грузия Иннокентий и компания Арком вопрос следующий Евгений Александрович сейчас в связи с кризисом большая проблема с наполнением торговых центров арендаторов вот что предпринимаете вы ваша компания первая и есть ли вот у меня компания абсолютно небольшая вот с перспективой роста есть ли какой-то смысл ну даете ли вы какие-то преференции по одене начинающим предпринимателям я ходите и будем давать преференции скажу честно на сегодняшний день преференции даем всем даже успешным предпринимателям вы абсолютно правильно сказали сегодня рынок коммерческих площадей в таком состоянии когда говорят есть рынок покупателя есть рынок продавца а сегодня рынок арендатора если успешный интересный он может руки загнуть арендодателю так что еще и плясать будет и петь и что угодно делать поэтому на рынке сложно работать приходится гораздо больше чем это было раньше если 5 лет назад любые пропахи сходили с рук и даже сотрудник отдела аренды не очень корректно общается с арендатором обиделся продолжая платить эту аренду потому что на его место еще пятеро желающим то сегодня если менеджер аренды не улыбнулся он говорит слушай да я тогда вообще я тебя уеду не буду тебя стоять он говорит да ты что шире моей лодки ты не увидишь ни где поэтому точно готовы давать преференции приходите спасибо и еще вот вторая часть вопроса расскажите пожалуйста о состоянии проекта это жилищный комплекс подвиг железнодорожного вокзала на месте стадиона который строит ваша компания насколько мне известно да этот проект появился если честно говоря изначально стадион это тоже долгая история там был такой господин Кузнецов очень интересный человек увлекательный собеседник по уменьши двух часов мы с ним ни разу не общались причем тема не важно какая значит он кстати выпускает светодиодные светильники и первые светодиодные светильники мы брали для него и кстати продолжаем брать единственное какой-то ассортимент происходит мы берем для него так вот стадион локомотив давно был то есть когда я решил заняться торговыми центрами стадион локомотив в городе Барнауле понятно одно из самых интересных мест плюс все прекрасно видят запущенные абсолютно территории разрушающиеся эти трибуны и никто ничего там не предпринимал и вот в том числе не было до конца определенного статуса не было финансовых возможностей но тем не менее я пришел с идеей вот удалось потихоньку в течение двух лет мне удалось приобрести все составные части этого стадиона изначально была идея и мы даже делали Шмидт Михайлович у нас давний наш партнер по созданию архитектурных скажем так проектов проектной документации мы с ним даже делали вариант торгового центра на месте локомотива но выяснилось что стадион локомотив является памятником архитектуры это история вообще заграни разумного значит ну просто я вам скажу это просто слов невозможно подобрать был период когда существовало такое не агентство орган наследия который получал деньги насколько я понимаю могу ошибиться но он получал деньги из федерального бюджета на содержание памятников культуре чем больше допустим на каждый объект он получал абстрактно 100 тысяч рублей и чем больше объектов он включил в этот список культурного наследия тем больше денег они получали этот стадион локомотив они тоже поспешили включить в список культурного наследия когда возникла у меня идея построить на нем торговый центр я думаю ну что взяли экспертов три эксперта независимых аттестованных лицензированных и так далее не помню с Томска с Новосибирска и еще с Томска они исследовали и дали заключение что там во-первых подтасованы документы стадион в документах числится как индивидуальный проект 60 какого-то или 50 или наоборот какого-то года наши эксперты подняли архивы и покажут что ребята типовой проект которых по стране построено не один десяток причем построен он поднимая фотографии и строительство было не в 56 году а в 63 то есть никакого исторического наследия он не несет воодушевленные все это информации составляем документы отправляем включить то его включили причем включили на местном уровне а исключить его можно только за подписью министра культуры из этого памятника отправляем письмо по процедурным моментам так скажем отмели его заставляем год прошел еще все составили все сделали ждали там лицензии новых экспертов там ну это просто ужин присылаем нам приходит ответ это ну можно будет публиковать что называется нарочно не придумаешь то есть суть вопроса что давайте снимем статус памятника ответ приходит такой у нас до 18 года принята программа развития футбола здорово значит поэтому статус снимать невозможно какая магика к сожалению нет возможности задать этот вопрос лично министру культуры но мы ее не поняли и посчитали для себя что третий год еще тратить и писать новое письмо и ждать подобного ответа наверное не стоит плюс к тому моменту когда я уже понял что эта история надолго удалось приобрести БАРС и так как он не являлся памятником культуры удалось единственное одним из обязательств скажем так не классных нужно было сохранить производство и не министр культуры конечно но господин Кривашин мы с ним вели душесчипательные беседы это АЗ значит по продаже производства БАМЗа тоже мы начали с февраля а закончили в августе то есть 6 месяцев почти в ежедневном режиме мы в беседах о будущем производства России вот провели эти 6 месяцев но производство было сохранено перевезено успешно работает НАЗ а корпуса как вы видите кстати относительно недавно были смеслены последние корпуса тоже печальная история но тем не менее очень жалко не столько даже по каким-то экономическим соображениям просто как человеку жалко приходится рушить например плиты которые в то время создавали производство которое было расположено на 4 этажах это плиты которые выдерживают не ошибаюсь 6 что ли тонн нагрузки на квадратный метр то есть это станки и всякие остальные железяки то есть такую плиту сегодня сделать она будет стоить я не знаю миллион продать ее невозможно она никому не нужна никто больше 4 этажа производства не строит и печально жалко но эти плиты приходится не то что за что продать а тратить деньги на то чтобы их разрушить а потом еще и вывезти на свалку утилизировать поэтому на стадионе Локомотив было решено тогда когда уже не делать два торговых центра точно не нужны плюс уже было понятно и арена на тот момент строилась и Пионер строился ясно что смысла никого делать еще один нет было решено сделать жилой квартал причем на мой взгляд еще раз не с точки зрения продвижения проекта на мой взгляд это действительно место лучше интереснее чем допустим новые районы которые строятся за Поповскому тракту за Попово там может быть и классно можно организовать нормальный квартал с какой-то там детской площадкой и так далее колоссальные пробки я не знаю я вот в пятницу поехал в ту же волну я из центра до волны ехал час за час до Бийска можно доехать мне страшно не нравится тот же Новосибирск где весь день в лучшем случае в три места можешь съесть и день прошел сумасшедшие кровки вот у нас они уже такие же так же появляются поэтому на мой взгляд при прочих равных условиях при той же цене при том что это будет не хуже объект как таковой условно кирпич и так далее интереснее приобрести живье здесь нежели на улице просторной и подобной поэтому проект идет планирую что в ближайшее время получаем разрешение и выходим на площадку так там санитарная зона не соблюдается был скандал с этим ну эта тема на самом деле а скандал где был? по радио выступал владелец не владелец начальник автовокзала говорил что здесь 300 метров нет и как они будут здесь строить непонятно но вот смотрите что касается санитарных зон на самом деле я общался с директором с общником автовокзала абсолютно адекватный человек приятный значит у него опасения по поводу того как бы люди не стали жаловаться на автовокзал и не ликвидировали его и куда-то не перенесли привел какой-то пример не помню там междуреческой кто-нибудь еще где-то он сказал что-то подобное было белокуриха а правильно белокурихи виноват я не вижу белокурихи я не знаю честно говоря там как от всех тонкостей как это было белокурихи но я не представляю каким образом можно что-то там перенести на основании там каких-то жалов джипсов и так далее раз что касается там санитарных зон или там точнее правильно сказать так что касается санитарной или экологической обстановки ну есть современные методы оценки этой экологической обстановки вот эти эта оценка была сделана то есть никакого там повышенного уровня я не знаю выхлопных газов или еще там чего-то нет что касается установления санитарных норм они законодательно прописаны ориентировочами то есть вот если вы откроете тот же снимок он открывает там написано ориентировочами 300 метров любая санитарная защитная зона устанавливается согласно проекту согласно расчету и где-то она может оказаться 30 метров а где-то может оказаться там и 600 метров вот тут уже вопрос второй соответствие этого объекта сегодняшним нормам ну условно автобус должен соответствовать нормам евро 3 а соответствует ли автобус нормам евро 3 если он не соответствует так друзья мои тогда надо не от себя зону делать можно же так дойти до того что вообще весь город нужно снести потому что у меня автобусы такие что тут задохнешься если рядом не будешь находиться но так тогда надо его в евро 3 привезти и все будет хорошо даже я не знаю каким нормам соответствуют автобусы на авторокзале, но даже при сегодняшних автобусах там фон экологический не нарушен. Поэтому не переживайте, более того, если говорить, то там уже существуют живые дома в этом же окружении. Еще, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, Илья Александрович, Роман Дефилл, компания «Альтера», строительный отделочный материал. И вопрос у меня такой. По версии журнала «Эксперт» мы являемся крупнейшей компанией по торговле строительными материалами в городе Барнауле в Алтайском крае. А вы представляете компанию, которая вообще в принципе крупнейшая в Алтайском крае. Что по версии «Эксперт», а что по независимым наблюдениям. И у меня как руководителя отдела автобус-продаж вопрос, почему мы с вами до сих пор не можем наладить хорошее сотрудничество. Что в этом поле вы думаете? Я думаю, этот вопрос он должен ваш руководитель задать. Почему у вас до сих пор нет договора с нашей компанией? Я не знаю почему нет. Есть какие-то причины, вы их можете назвать. Так как вы занимались, знаешь, артовой торговлей, я хотел вас спросить, в чем могут быть причины. Я считаю, что мы с вами уже многое сделали. Вот смотрите, у нас до сих пор остатки, скажем так, артовой деятельности еще существуют. Ну, например, мы, наверное, одни из крупнейших продавцов алтайского сыра. Мы продаем его до сих пор. Мы сами не производим этот сыр, но финансируем производителей, делаем закладки этого сыра, каким-то другим образом работаем. Причем, кстати, в последние годы мы стали работать с производителями белорусскими, например. Мы привозим белорусский сыр и продаем его на себе. Значит, так вот это подразделение. Ну, есть еще подразделения, например, фасовки. Если вы обращаете внимание, то на полках наших магазинов стоят, там, Курпа, Бука, марки А. Это бренд, который работает на всю страну. То есть мы поставляем, грубо говоря, от Калининграда до Владивостока. И в числе наших клиентов есть и крупнейшие сети, такие, как, например, Магнит. Компания ТАНР, юридическое лицо. Вот мы который год успешно работаем с ним и поставляем. Когда кто-то приходит к мне и обвиняет, и говорит, слушай, к вам на полку невозможно пробиться. Я говорю, а ты пробовал пробиться на полку Магнита? Попробуй иди туда, пробейся. Или ты пробовал пробиться на полку Дикси? Я могу сказать, что если говорить о рознице нашей, то это не самая жесткая или не самая злая коммерческая служба. Поверь, как один из примеров, в тот же Магнит мы отправили сыр, например, в фуры. Пришла коробка тарированная не 20 кг, а 22 кг. Они завернули всю фуру. Это была, по-моему, первая наша поставка года три, наверное, назад. Для нашего менеджера это был шок. Он, я думал, вообще чудеса сделал. Затарировал каждую коробку со штрих-кодами и так далее, и так далее. И тут ему говорят, слушай, договори 20 кг, у тебя 22. Все коробки, но по 22. А он там просчитал, что коробка чуть побольше, затраты на килограмм лягут меньше и так далее, и так далее. Он говорит, здорово, но нам надо 20. Он бегал, продавал эту машину, этого сыра, и в следующий раз привозил больше 20 кг. Поэтому, если говорить о поставках на строительный отдел, я, честно говоря, не знаю, какие у вас там могут возникнуть сложности. Три критерия, которые нас интересуют. Адекватное качество, адекватная цена и соблюдение своих обязательств по срокам поставки. Все. Ничего другого мы пока не предъявляем. Хорошо, спасибо. Значит, это мы завтра уже все доделаем. Пожалуйста. А теперь вопрос еще второй. Касаемо рететов. Как вы прогнозируете 2016 год объем продаж продуктов питания, посттовар? Плюс-минус процентов будет? Слушайте, вот я на сегодняшний день скажу честно, что, может быть, с самого начала это нужно было сказать там розницей. Я занимаюсь сегодня гораздо меньше, там, исключительно на уровне каких-то финансовых показателей, ну, плюс по тем позициям, по которым, например, есть у нас производство. Я не рассказал, но Алтайский три года назад мы построили, мы построили там большой и крупный распределительный центр и построили там производственное подразделение, фабрика кухни. Это 800 человек сотрудников только на фабрике кухни. Для сравнения, крупнейший работодатель на Алтайском Алтайвагон на сегодня имеет, по-моему, там меньше трех тысяч человек. Это предприятие, которое там получает нотации от государства, там, да, для занятости сокращенных людей и так далее. Так вот, по этим позициям я тоже, как бы, вникаю и относительно, там, пересечения с рощной деятельностью. Но, тем не менее, операционной рощной деятельностью я не занимаюсь. На сегодняшний день ей гораздо больше занимается моя сестра Алла. Александр Федорович по-прежнему занимается развитием, обсуждается дело на развитие, там, покупку площадок, либо, там, аренду каких-то объектов розничных, исключительно под рощную сеть. А операционную деятельность, там, в большей степени контролирует Алла. Поэтому я могу сказать, там, на ваш вопрос, там, по поводу того, что будет на уровне, там, не знаю, там, ну, если не вашего, то, может быть, не намного выше. То есть, очевидно и понятно, что, там, объемы, физические объемы будут сокращаться в продаже. В денежном выражении этого не произойдет просто в силу, там, инфляционных процессов. И точно так же очевидно, как это было и по всем предыдущим кризисным годам, это переоритация на более дешевый продукт. То есть, там, ну, условно, вместо оливкового масла будут приобретать, там, подсолнечное, там, и так далее. То есть, это неизбежно, это нормально, и рыбок всегда реагировал так, и вряд ли в этот раз будет по-другому. Еще вопросы. Здравствуйте, у меня вопросы, я зато Александр Читанцева. Я зато Александр Читанцева, я журналист, инфляционно-гентский металлик. У меня, если позвольте, два вопроса. Первый, вот, на рынок в последние годы зашло очень много ритейлеров, в марио ранее, как разменов, в свою позицию. Сейчас очень много разы с конкурентом. Вот, когда приходит нового ритейлера, такого же сегмента, там, чуть-чуть, повышенный метал. Вы как-то глобально стратегией работы с покупателем меняете? Рекламную, может быть, ценовую, может быть, даже плотно, до раскладки, меняете? Еще раз повторю, я могу сказать, ответить на этот вопрос, значит, только, опять что, не узкоспециализированным. Безусловно, наша стратегия, там, если вы вспомните, и кто-то помнит, как начинала компания марио ранее, да, все наши стратегии была простая. Мы всегда торговали в рознице, там, теми позициями, которые занимались оптом, практически в оптовую цену. Нашим коньком было два, наверное, там, момента. Это близость к покупателю и самая дешевая цена, там, на эту группу товаров, да, на те товары, которые у нас присутствуют. У нас ни гипермаркеты, ни супермаркеты, мы не можем представить всю линейку, как в Ашане, там, или в Ленте, или в Бахетле. Она у нас гораздо лучше, но те позиции, которые у нас есть, мы стараемся всегда держать минимальную цену. Это всегда была стратегия компании. В условиях, как сегодня, это особенно выигрышная стратегия. Если в более тучные, скажем так, годы покупатель может, там, за 10 рублей, там, на сыре особо и не посмотреть, и не предпочесть этот магазин, то сегодня он точно обратит внимание на эти, там, более дешевую цену на сыр. Понятно, что, когда я там начал, так же рассказывал в самом начале, что, бывая, например, в Питере, я помню, мы ездили, там, общались когда с Пятерочкой, ездили, смотрели, что такое Пятерочка. Но, когда приехали в Питер, в главный офис, такое помещение, ну, не очень большое, стоит большой флаг Пятерочкой, над ним, там, такая, плизь. Нифига себе, вот это, это самое, когда мы пошли в сами магазины, я вообще был поражен, там, ну, расколотая плитка, это, учесть, у нас тогда было магазинов не много, везде был там идеальный порядок, сейчас я допускаю, что где-то так же, может быть, и раскованные штыки, и даже, может быть, где-то плесень, к сожалению, там, такие могут быть моменты. Но тогда нас это сильно шокировало, ничего себе, куда-то магазины, там, ну, то есть это было, блин, уровень точно ниже, чем был на тот момент уровень в Питере. Но народу там было море, значит, по причине более дешевой цены, чем, там, любого другого конкурента, который был на тот момент в Питере. Поэтому, если говорить о нашей цене, вернее, о нашей стратегии, то она остается прежней. Это близость к покупателю и максимально низкая цена на те товары, которые присутствуют в нашем магазине. Мы, к сожалению, хотя, ну, наверное, одни из первых, если обращали внимание, то в магазине, когда вы подходите на кассу, здороваются с вами? Или не здороваются? Раньше такого не было. Ну, а это тоже, там, какой-то эксперт, я уж не помню, там, немец, голландец, или еще кто-то сказал, что так надо делать. Мы приехали, говорят, надо здороваться. И все начали здороваться. Кому-то это было, правда, тяжело. И что я буду с ним здороваться, я его не знаю. Так ты уж давай, здоровайся. Или, там, когда, спасибо за покупку, приходите еще. Ну, вот я-то, что еще, выбегу, разделюсь перед ним. Ну, слушай, ну, это, то есть, это, как, любое изменение, самое главное, самое сложное, это поменять металлитет. То есть, там, технологии, все остальное, это дело наживное. Когда в голове металлитет меняется, тогда будет все хорошо. Когда, вот, ходишь, подрядчики, там, что-то делают, ну, ты не знаешь, там, стройка идет, грязь, мусор, я говорю, ё-па-расота. Ну, вот, затрат будет одинаково. Что ты сегодня уберешь этот мусор, что ты его уберешь в конце стройки. Вот, дешевле же уборки его не станет? Нет, не станет. Так, давай его убирать сразу. Накопилось в условном машине, ты ее загрузи, вывези. Не представляете, это очень тяжело. Они воспринимают, ё-па-расота, приперся опять, сейчас говорить про мусор. Или, например, прокрашивайте весь металл. Он говорит, да он закрыт, его никто не видит. Я говорю, зачем его кто-то должен видеть? Ну, он красит не для того, чтобы его никто не видит, а чтобы он не заржавел и стоял там сто лет. В сто лет ничего стоять не будет. И такой диалог он может быть бесконечный. Но сейчас там, особенно те подрядчики, которые уже там давно работают, они уже знают, условно, я приду, он говорит, вон, все покрашено, балансируем. Ну, много еще чему-то надо. Вы сказали о подключении торговых центров планов, о открытии магазинов, непосредственно бутылок магазинов. Есть ли в Бардауле еще сейчас потребность появления нового марьера? Есть ли планы подключения в магазины? Может быть, где там ближайший к этому сложенному следующему? Но там на перспективе нет. Ну, опять же, давай, я могу рассуждать, как покупатель. Покупатель точно не проиграет от того, что появятся еще в магазины. Марьера, Магниты, Холидея, Пятерочки или кого-то еще. Всегда будет выбор. Хотите, 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 не хотите. Это один из случаев, я помню, в Кемерово мы строили там объект и жители дома там устроили пикет. Разослали письма Визнеев в администрацию президента, проклинору, губернатору, мэру и так далее. Мэр там звонит и говорит, вы что там, народ бунтует, вы что там делаете? Я говорю, ёпрст, делаем что как обычно, строим. Они там пишут жалобы, что не строите, нам тут не нужен этот магазин. Он говорит, ну ты иди как-то там улаживай. Ну хорошо, собрали жильцы дома актив, так сказать, собрали. Вот пришел, я говорю, ну давайте, какие претензии? Ну там кто-то кричит, да у вас там молоко с просрочкой. Я говорю, хорошо, постараемся, чтобы не было молока с просрочкой. Чего там еще? Да у нас напротив есть магазин, нафиг нам нужен ваш. Я говорю, слушайте, ну вот магазин напротив действительно есть, но он через дорогу. Оживленная дорога, типа нашего Лениска, Октябрьский проспект. Я говорю, ну вы своего ребенка каждый день будете туда отправлять? Ну, ходит же сегодня. Я говорю, слушайте, ну если ему захочется и дальше туда ходить, мы же его плавить не будем и загонять в этот магазин. Пусть он и дальше будет ходить туда. Конечно, мы только побеседовали, а не одобрили. Я говорю, ладно, стройте дальше. Поэтому я не вижу проблем, если будут появляться какие-то торговые сети, торговые магазины. Другой вопрос, насколько они будут там эффективны, будут ли они находить своего покупателя. Мы тоже, как каждый будет работать, так и будут результаты. Но планы есть конкретные количества магазинов в ближайших? Планы у нас? Да. Планы развития у нас есть. Мы не останавливаемся и планируем дальше продолжать открытие новых магазинов, в том числе и в Банголуле. Относительно споры, я думаю, откроем на Бавловском тракте. Еще вопросы, пожалуйста. Можно, можно. Сибирко Дмитриев, Алтайский совец предпринимателей, партнер по Школе Успеха. Мы совместно создавали этот проект. И цель его была, это как раз обмен опытом, вернее, не обменом, но опыта, а перенятие определенного опыта, выдающихся уже безосновных предпринимателей достейших опыта. И сейчас мы говорим о ваших уже успехах на сегодняшний день. И очень интересно, я думаю, как раз некие детали. Например, история, были ли такие в жизни истории, когда какая-то ошибка казалась краховой на тот момент, да? Но если бы она не была бы совершена, то в перспективе, возможно, бы принялось то решение, за счет которого, как раз, крах был позже. И как с этим боролись, как с депрессивными состояниями они тогда боролись, спорт это, алкоголь? Какое влияние? Каждый по-своему, да, об этом борется? Нет, у нас были такие люди, которые алкоголем здесь боролись. Скажи, честно, нет, да. Школе успеха, да, конечно. Ну, и какое, так скажем, ваша семья являлась вдохновляющим фактором? Жена, дети, что вас стимулировало, так скажем, всем вставать и идти на работу, помимо идеи денежного, так скажем, результата финансового? Ну, и хотел бы обратиться к ребятам, как много здесь людей, которые имеют собственный бизнес, либо хотят его? Не можно же принять он? Ну, примерно, есть кому рассказать, да? Ну, примерно, немножко, к духовному. Да, к духовному. Значит, понятно, что, если изначально, не буду, наверное, предпринимателем, движет желание заработать каких-то денег, особенно на этапе, когда необходимые элементарные какие-то жизненные потребности удовлетворять, да, одеваться, обеспечивать семью, купить квартиру, машину и так далее. Это может быть каким-то движущим фактором. В последующем, когда обычные условия удовлетворены, на мой взгляд, там, человеком движет уже какой-то азарт, желание что-то сделать, доказать, может быть, самому себе, там, еще кому-то, что вот ты можешь это, и ты в состоянии, там, реализования. Что касается какого-то там вдохновения или не вдохновения, я могу сказать, у меня хороший пример, это мои родители и, в частности, там, моя мама. Это человек, который, ну, мне стыдно делать что-то плохо, глядя на нее. Это человек, который, там, всю жизнь отработал участковым врачом, терапевтом, там, вся округа ее знает и до сих пор там знает. И человек, который, там, своими ногами отбегал, там, что такое участковый терапевт, я думаю, там, большинство понимает, там, и ориентируется. Это человек, который, например, там, уже достаточно, там, взрослом возрасте взяла и выучила английский язык. Причем, он достаточно хорошо им владеет, общается и так далее. Я, к сожалению, гораздо хуже могу только покушать, заказать что-нибудь, но в гостиницу заселиться. А дальше, если начнут задавать вопросы, то тут уже только смеяться. Поэтому, вот, можно сказать, это, у меня был, наверное, таким вдохновителем еще, там, мой дедушка, это Патин отец, который Юрий Петровича увидел, знаком с ним был. Это, там, в свои 70 лет, там, 15 раз на турнике подтягиваться, как здрасте. Это, он, кстати, первый, ну, я занимался лыжами, тренировался, там, как и большинство. Не рассказывал про то, что, как у нас школа, 64-я школа выигрывала перед Салатайского края по лыжам, по-моему, лет 15 подряд. То есть, обыгрывали сборную края, то есть, школа обыгрывала сборную края по лыжам. У нас вся школа бегала, в 7 утра бегала на зарядку, мы жили на Исаковой, по вот этой аллейке, в 7 утра бежит толпа, значит, 64-я школа побежала. Мы уроки физкультуры проводили, это, как раз там Александр Федорович был у нас учителем физкультуры, и мы проводили уроки физкультуры, например, на базе геофизики. Это были наши шефы школы, мы там проводили эти уроки на трамвае и погнали. Кстати, занятия спортом колоссальный дали эффект, я не добился каких-то высоких результатов, в 16 лет поступил в институт и забросил занятия спортом. Правда, успел еще на первом курсе выиграть первенство университета и даже на Сибиряке в десятку вошел, это, наверное, лучшее достижение. Ну делай я это там, скорее, значит, когда пришел, говорит, лыжник, лыжник, ну все, будешь выступать. Я говорю, ну что выступать, ну да, зачем? Я говорю, можно не выступать, говорит, можно, ну тогда не в институте. Я говорю, понял, будем выступать. Вот первый год я выступал, бегал, когда там сдал уже вторую сессию, понял, что никуда меня не очистил. Говорит, больше не буду выступать, буду только так кататься для души, если будет желание. Но, тем не менее, по спорту мы, знаете, один из таких еще, кстати, моментов. Мы жили на сборах, ну все лето мы жили на АЭ, например, там, да, летние сборы, это три месяца мы проводили на АЭ. Жили в палатках, жили в каких-то там непонятных бараках, в санаториях точно не проживали. Или, например, там на Семинском перевале, где самый первый снег появляется в ноябре, мы на ноябрьские каникулы, туда уезжали и жили дойки, это летняя дойка, в которой, значит, коров летом доит, зимой там ничего нет. Но есть печка, там окон нет, мы там, например, приехали, за полиэтиленом эти окна заделали, двери какими-то одеялами там утеплили, и ночью на нарах там лежим, ну человек там, сколько, не знаю, там, 15-20, и кто, у кого нервы не выдерживает, там, замерзли все, но вставать никому не охотно из-за меня, кто их не выдержит, скотчет, ё-па-ра-сотепа, бежит в печку, подтопит, значит, дальше спим. Утром в 7 утра встали, на зарядку распилили чурку, дежурные там приготовили кашу, то есть условия были просто спартанские максимально. Я страшно счастлив, что у меня было такое детство, я считаю, что это мне крупно повезло, так же, как и остальным ребятам, что мы через это прошли. Значит, я не знаю, это точно закаляет, это, когда вот вы говорите, там, какие-то крах ошибок и как там бороться с депрессией. Когда, могу привести пример, у нас один из ребят, тренировательница школы, у нас один из ребят в школе всегда ходил там, галстучек там разглаженный, рубашечка, пиджачок, ботиночки начищенные, там, мама, наверное, как-то следила и его отправляла. А тут живем, в этой какой-то охотничьей избушке, так же, там, на сборах, горячей воды, естественно, нет. Значит, ну, ваня тут стоит в тепле, в деревне, где побрызгал, тут же внизу, там, этот тазик, грубо говоря. Ну, посуду ходили мыть, то есть каждый за собой моет, ходили, там, на ручей, там, леденющая вода, ручей, не замерзающая зимой при, там, минус 20 градусах. Вот. И тут смотрим, этот парень стоит в этом тазике, где умывается, моет свою чашку. Это к вопросу, вот, я думаю, ёкар с этой, там, да, это, в школе пока было все, так скажем, о культуре, но он тоже ходил цивилизованно. А здесь вот, обмороженные руки и конец сбора, только, да нафига мне пойду туда еще обморозиться, помою ее здесь. Вот. То есть, реально, большая закалка, и рад и счастлив, что мы через это прошли. Это были там тренировки, когда мы, например, съездили, я помню, на соревнования, значит, в Москву, там, было перед Совсоюзом, мы были пацанами, там, 12-13 лет, мы так очень кучно выступили, там было, наверное, человек 150 участников, и вот мы, там, со 146-го по 150-е места заняли. Значит, при этом, ну, такие, из Барвова приехали в цивейковых шапках, там, и так далее, там, ребята ходят в адитасе, там, в каких-то жилетах, там, цветных, и помню, с Казахстаном мои ребята, там, познакомились, общались, они говорят, ну, они здорово выступили. Значит, они тренировались, первая тренировка у них была в 6 часов, то есть в 6 утра мы сделали тренировочку, сходили, поучились, в обед сделали вторую, и вечером какую-то там заминочку, еще кросики, еще что-то побежали. Мы под впечатлением приехали, и, там, 4 у нас человека, мы говорили, ну, все, мы теперь так же будем, чтобы в следующий раз, там, подняться, хотя бы на 143-е место. И в 6 утра мы, значит, на лыжах с, там, фонариком каким-то, там, приладили, непонятно откуда, там, Вова у нас раздобор, то ли шахтерский, то ли какой, и мы, вот, гуськом, значит, катались, мы стремились, мы реально, каждый, кто занимался, там, способный, не способный, но мы стремились к какой-то цели, там, да, стать, там, не знаю, чемпионом края, чемпионом России, там, мастером спорта и так далее. Я считаю спорт большая польза, большая закалка, там, для человека всегда. Тоже, можно сказать, там, воодушевляющие факты. Мы депрессии, не сказать, что, может, там, какие-то, там, депрессии бывают, с которыми приходится бороться алкоголем, пока, к счастью, какого не было. Вот, а пробежать кроссы, там, сходить на футбол, мы играем уже 20 звезд черного года, 21 год у нас примерно одни и те же команды, мы играем в футбол, уже там дети играют, взрослые уже, там, наши же. Лучшей эмоциональной разрядки нет, это, там же без разницы, кто ты такой, там, тебя обматерили, да, урод, куда ты гнул, там, и все, как рукой снимать, на прессии нет, все хорошо, вот, поэтому, там, ездим, вот, уже дважды побывали, а, ну, кстати, ездили на марафоны, там, лыжные, там, тоже такой, там, пробежать, там, 63 километра, ну, это надо все равно уже готовиться, это интересно. Это, не знаю, нам нравится, там, в этом году, там, год назад мы ездили, например, на велосипедах, 10 человек в этом году, так, сколько их зовут, 12, что ли, 14 человек, 14 человек мы ездили, вот, все ребята, там, скажем так, топ-менеджеры наши, мы ездили, 3 дня проехали на велосипедах, там, в Австрии по винной дороге, то есть мы совместили дегустацию вина и велопробег. Очень интересно, надо сказать, по 80 километров в день мы на велосипеде-то проезжали, дегустация была, безусловно, вечером, но при этом на следующий день мы утром вставали и шпарили эти 80 километров. Причем у нас там есть ребята, которые мастера спорта международного класса, и они там еще соревновательный дух в них не угас. И когда думаешь, ну, это будет просто проколочка, ну, что тут убираться, а он, глядишь, что ты уже закрутил педали, там, за ним второй, третий, думаешь, ну, что ты, отставать что-нибудь будешь. И тоже пыхтишь под градом, потому что нафигу мы так не идемте, приза-то никакого нет. Ну, вот, это самое. Вперед. Так, еще вопрос. Здравствуйте, Роман Миноградов, юрист в области недвижимости. Скажите, пожалуйста, с таким вопросом хотелось бы обратиться. Возникают ли у вас какие-то проблемы юридического характера при покупке земельных участков, при строительстве дороговых центров, возможно, конфликты какие-то с арендаторами ОПДП, не надо всем известного конфликта Весны и Бахитлея в том числе? Безусловно, возникают какие-то сложности. Сказать, чтобы там возникали конфликты, как у Бахитлея и Весны, пока, к счастью, таких конфликтов не было. Хотя, например, в прошлый кризис, в 2008-2009 году, я тоже не помню, мне пришлось почти, наверное, тоже полгода вести переговоры с нашим арендатором в релье, это техносила была такая сеть. Но она сейчас еще существует, уже совсем не то, что было раньше, но тем не менее. Да, были проблемы неплодежей, но мы мирным путем остались, и там сегодня находится ременью. А был, кстати, еще случай интересный, в Горноалтайске у нас арендатор, кемеровский арендатор, ну, арендатор из Кемерово, значит, стоял у него в голове, в нашем Горноалтайском торговом центре, и он разорился. Более того, там, счастья не погиб, и никто не платит. Мы, соответственно, если бы это был какой-то магазин надежды, то там можно было бы стеллажи вывезти и поставить туда другого, и это с боулингом так не получается. И мы, честно говоря, тоже такая интересная история была, мы были вынуждены продавать этот боулинг, разбирать стену, чтобы его вывезти, значит, и москвичам какие-то продали, отправить. То есть сложности, как у всех, возникают, но пока все будут решаемы. Скажите, пожалуйста, в Ситалии удается подобные проблемы в досудебном порядке разрешить, там, переговоров, и какие-то проблемы все-таки доходят? Мы стараемся решать все вопросы в досудебном порядке, мы очень редко являемся истцами, бывает, когда мы являемся ответчиками, мы не можем избежать, так скажем, того, что контрагент подаст в суд по тем или иным каким-то причинам. Но это очень редкие случаи, когда вопросы приходится решать в суде. Чаще всего придется решить их, не давая досудебно. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Иссякаем с вопросами, да? Нет? Причем я хочу попросить, у кого есть еще вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку чуть пораньше, чтобы мы видели, что у вас есть желание. Здравствуйте, меня зовут Сергей Булах, у меня вопрос следующего, Влад, а как у вас в компании, в компании, что я делаю с новой тройки, то есть социальной тройки, какая доля выручек у вас тратится на эти проекты и соблюдаются ли у нас эти правила бизнеса, правила истины? Спасибо. Ну, что касается каких-то социальных вещей, я глубоко убежден, что это та тема, которая не делается для какой-то публичности, для какого-то пиара и так далее. Мы, безусловно, занимаемся благотворительностью, мы, безусловно, поддерживаем наши, скажем так, кредо, это здоровый образ жизни, мы поддерживаем спортсменов, поддерживаем физкультуру как таковую и яркий пример, наша выжня здоровья. На мой взгляд, это очень удачный проект, причем, если там последние два, наверное, мы только начали какие-то чеки собирать, разыгрывать по ним призы, то до этого вы все прекрасно видели, знаете, что там никакой монетизации от этого проекта не было. Это в чистом виде, вот желание организатора этого мероприятия у нас Александр Федорович, мы, конечно, все там это поддерживаем и принимаем, разделяем эту историю. Хотя, там, изначально были попытки, не знаю, там, так же, условно, там, продавайте, значит, чаем, там, с печеньем не поят, там, люди, некоторые говорят, ну, понятно, там, просрочку девать не было, да вот вытащили сюда, не поешьте свои печеньки. Ну, ладно, там, это одни выходные, вторые, третьи, тут уже седьмой год, и все, просрочки не заканчивались. Поэтому, да, мы участвуем в подобного рода мероприятиях. Если у вас есть какие-то предложения и проекты такого рода, приходите, обсудите. В свое время я пытался со своей продукцией войти в компанию «Марера», в тот момент у вас решение принимал именно меншин в качестве на зелень, по овощам. И, неважно, не видит теперь человека, он сразу, допустим, у нас все хорошо и не дал все возможности. То есть там качество, цена для этого человека имеют никакого роли. Я сейчас работаю не только в «Аноболе», но и работаю в «Новосибирском». И мне нравятся критерии отбора, в частности, в компании «Тендер». То есть там, независимо от того, где ты находишься, заходишь в формат программы «Тендер», регистрируешься, ты даешь свою информацию в своей организации, контактного человека, вводишь, заполняешь анкету, и дальше уже от человеческого фактора нету. А нравится ли, не понравился ли, откуда ты. То есть планирует ли «Марера» в последствии, то есть, насколько знаю, например, у вас по овощам, аукционам, даже иногда и не проводят по ценовой. Вот планирует ли «Марера» в последствии, ну, как же несправедливо, что им поставщикам убрать, сделать некую какую-то прозрачную схему и через «Марера» срекционную? Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас, вы правильно сказали, аукционы электронные существуют, где точно не видно, какой человек, и нет каких-то там претензий или не претензий. Есть абсолютно четкие критерии по количеству, по цене, по качеству, и вопрос уже поставщика, сможет ли он эти критерии обеспечить. Безусловно, мы стараемся минимизировать человеческий факт. Это, к сожалению, то, о чем я вам говорил, по поводу розового мяса. Это, к сожалению, проблема присутствует, и ее изнижать можно только одним простым способом. Минимизировать присутствие человека в принятии подобного рода решений. Но, слушайте, вы там тоже в любом случае качество у вас принимается, компьютер не может принять или оценить товар в качестве, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве. Я слышу, что у вас там в зеленой части начинается как-то движуха, если скажете прямо. Но вот я год назад, когда узнал, что открывается в арене магнит, то есть вообще залез в интернет, через правду, сделал программу, со мной стандарт связался, уточнил, все качественно вышло, магнит в арене открылся, я работаю. Нет, магнит, безусловно, это компания лидер на сегодняшний день в ретензии. Я могу сказать, как раз в прошлом году в гостях у Сергея Галицкого два дня провели, общались очень положительные впечатления. Это человек, который при тех успехах, которых он уже достиг, при том состоянии, в котором его имеется, находит в себе силы и какую-то мотивацию в воскресенье приходить на работу, например. Мы были, прилетели к нему в субботу на матч с ЦСКА, не играли, обыграли, страшно довольный был. Значит, ну закончилось все, я говорю, ну ладно, хотел там кое-какие моменты обсудить. Я говорю, ладно, чувствую, что не это самое. Я говорю, давай завтра, как бы воскресенье завтра. Он говорит, ну я на работе буду. Ну ладно, пришел на работу, офис кипит. Вот это к вопросу о том, что может быть где-то со стороны кажется о том, что какие-то достижения отдаются просто так. Вот я лично не знаю ни одного человека, ни одну компанию, которая смогла забиться каких-то вершин, не прилагая труда. Поэтому мы можем, мы не только можем, мы учимся и у Магнита в том числе, и у Ашана, и у Лент, и у всех остальных наших коллег, там бывая на каких-то конференциях, мы всегда стараемся узнать, что вы внедрили нового, интересного, что может быть полезным, что можем использовать мы. Учимся, стараемся, и даже если где-то допускаем какие-то пробок и ошибки, то это точно не от того, что там зазвездили и считаем себя какими-то супер-пупер толковыми, способными и крутыми, и поэтому мы вот это допускаем. Поверьте, мы какие-то свои недостатки мы знаем, но не все, к сожалению, можем исправить в одном моменте. Но касаемо поставщиков, это сегодня уже работает, поэтому приходите, пробуйте. Спасибо. Принял. Да. Александр Владимирович, статистический союз предпринимателей. Евгений Александрович, если с одной стороны посмотреть на нашу организацию, она типична тем, что была малой, бизнес сначала средний, стал крупный, то вот возникает вопрос о ее типичности, именно в плане ее собственности, компания принадлежит четырем платежам. Александр Владимирович заявлял о том, что планировал компания в один период развития переходить на IPO, почему не пошли, потом, как сохранили компанию в своем управлении, в плане, потому что тоже делали, наверное, предложения различные, по слиянию и обращению компаний. Спасибо. Ну, на самом деле, как раз ничего нетипичного я не вижу, только четыре собственника далеко не редкость, кстати говоря, с тем же Мелье общались. Я в свое время читал, что у них там основной владелец, это ассоциации семьи Мелье, 300 человек у них насчитывается. Я говорю, слушайте, как вы 300 человек уже с собой договариваетесь? Он говорит, ты не поверишь, нас вообще-то сейчас 600, но мы договариваемся. Поэтому ничего нетипичного в этом нет, каких-то там, не знаю, секретов, еще чего-то тоже нет. Что касается IPO, IPO, ради IPO, оно же не нужно, оно нужно для каких-то там целей, для того, чтобы, не знаю, привлечь капитал, мы пока в состоянии его привлекать и без размещения на бирже. Там те же кредитные организации, Сбербанк, УТБ, Газпромбанк, с удовольствием, которые у нас кредитовали на самых негодных условиях. Мы за всю свою историю ни разу не просрочили ни одного кредита, ни одного платежа. И какие бы ни были трудные периоды, там, 98-й год, там, 2008-й год, мы всегда удерживаем все свои обязательства. Мы платили вовремя и то, что с нас, так сказать, перечиталось. Поэтому там, а не вопрос, что сказать, а мы торгуемся на бирже. Ну, масса примеров, когда такие вещи проходили, значит, затем они происходили уделисты, там, да, убирали эти акции с биржи. То есть надобности в ИТО как привлечения средств нет, а каких-то других целей, там, я их пока не понимаю. Ну, то есть нет идеи, мысли сделать сегодня. По сохранению предложения, вам было, по-моему, там, пятерочной, какая-то компания... Слушайте, ну, что касается предложений, ну, там, сейчас уже как-то все подуспокоилось, а раньше меня периодически спрашивают, вы что там, как, сколько получили? Я говорю, не поверишь. Еще не пересчитали все, сколько получили. То есть нас всегда как будто что-то как-то продавали, там, предложения какие-то были, безусловно. В том числе, вот я рассказываю, когда мы ездили, это, я даже не помню, год тоже, на 2006-2007, когда пятерочка активно развивалась, и открывала, значит, продавала франшизу, там, и открывала по всей стране своих, скажем так, франчизер. Мы действительно общались, смотрели, поняли, что там ничего волшебного. Или, в результате, в случае того, что мы не знаем, они дать не могут. Тогда какой смысл там остановиться их там франчизерами? То есть мы можем и сами добиваться и делать. Поэтому пока никаких там продаж и еще чего-то там нет. Вы можете отправить свое предложение на электронную почту mariara.ru и посмотрим, если будет интересно, суть предложения, свои координаты, и специалисты пообщаются, отзвонятся. Спасибо большое. Еще один вопрос. Ставите ли Вы перед собой задачу свести к минимуму текучесть кадров? Так, ну, такой задачи никто никогда не ставил. И это, наверное, невозможно. То есть текучесть кадров была, есть и будет. Это неизбежный процесс. Рабовладельческого права уже давно не существует. Так как мы можем запретить человеку? То есть, ну, только либо, когда их не будет вообще, тогда не будет текучесть кадров. А до тех пор, пока будут сотрудничать, текучесть кадров будет. Безусловно, мы заинтересованы там в высококлассных специалистах, и они, значит, мы стараемся их удерживать всевозможными способами. Но, в любом случае, там невозможно избежать этой текучести. Во всяком случае, там в каком-то разумном пределе ее можно держать, да, убрать вообще невозможно. Так, ну и вот после этого вопроса останется еще три вопроса. Поэтому, если у кого-то есть такие вопросы, успевайте поднять руку, чтобы мы вас выйдем. Здравствуйте, Вячеслав Курилов, компания «Диалог Сибирь-Марнаул». Евгения, расскажите, вы говорили много о людях Андрефеевых, владельцем «Магнита» в своей семье. Хотелось бы узнать, какие люди в жизни, которые вы уже достигали, вы с вами достигали вашего успеха, какие люди вас впечатлили, как в хорошем смысле, как и в плохом. И желательно, чтобы люди теперь как вновь изнашивали его новым машинам. Ну, во-первых, что касается… Такой опасный вопрос, по-саму, что фамилия «брыгнись». Понятие успеха – это все очень условно. Что такое успех? Большие доходы, красивая машина или большой дом. Что такое успех? Крупное предприятие. На самом деле, я не знаю, в моем понимании, успех у каждого разный. Вот у нас, например, Виталий Братонов, Денисов, который лучший, наверное, лыжник за всю историю Алтайского края, участник Олимпийских игр, чемпион, консерв, призер чемпионата мира и так далее. Я думаю, что для него успех, вот он тренирует сейчас своего сына, ему 13 лет. Вот у него основная сейчас цель и задача – это воспитать палатливого спортсмена. Для него успех – незаработанные какие-то деньги. Он состоятельный человек, работает, как закончил, пришел, и говорит, «Виталий, ну давай, начинаем заниматься рыбой». Он до сих пор занимается этой рыбой. Но я понимаю, что для него плюс-минус заработанные деньги не являются мерилом его успеха. Он вкладывает всего себя в воспитание лыжника своего сына. Поэтому это как бы первый момент. Поэтому в этом отношении успешных людей, я думаю, у нас к счастью в городе, в крае, в стране достаточно много. Просто каждый для себя определяет этот успех. Если говорить, ну знаете, мне всегда нравилась идеология или мышление, если пока не о наших, это тот же Генри Форд, он ему принадлежит фраза. Если бы я знал, что это невозможно, я бы никогда этого не сделал. Это человек, который, да, все знают, там, сделал первый конвейер и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Масса вещей, которые у меня, там, по-моему, я тут давно уже где-то читал, так же что-то. Какой-то, я не помню, сплав какой-то придумал, изготавливал, там, то ли головку блока цилиндров, то ли какой-то деталь из определенного сплава. Пришел на один завод, говорит, вот я хочу сделать, у меня такой сплав. Я говорю, ты что, ты что не понимаешь, такой сплав невозможно сделать, не делай все это. Он говорит, да сделай, я же деньги заплачу. Он говорит, да даже заниматься тем не будет. Это там в первом классе школы знает, что это не сделать. И там во второй пришел та же история, третий, четвертый, по-моему, только на шестом, что ли, там, заводе, ему согласились, скажешь, ну что, за деньги дурачка, а что мы поэкспериментируем. И, если не ошибаюсь, до сих пор из этого сплава делаем, там, эту деталь. Это вопрос о том, что, он говорит, если бы я знал, что это невозможно, я бы никогда это не сделал. То есть, мне понятно, я разделяю эти вещи, когда, кстати, один из моментов, который тоже я там убежден, что важно, я на первое место ставлю желание и стремление чего-то сделать, а не сегодняшнее знание. Потому что, в конце концов, знание можно приобрести. Ты не можешь, там, быть специалистом, не знаю, там, в уголовном праве. Но если у тебя будет желание, ты всегда это узнаешь, сделаешь. Главное, чтобы было желание. И когда у нас там кто-то приходит, я помню, когда, например, офис делали, на Мерзликино, наш офис, это, наверное, был первый большой объект, который я строил. И был, есть у нас проектировщик, концерт, Ревутов, господин, когда я к нему приходил, говорю, слушайте, давайте сделаем коридор два метра. Он говорит, слушай, ты заколебал, какой два метра? По нормативу метр двадцать. Я говорю, ну, хорошо, метр двадцать. Давайте у нас сделаем два метра. Он говорит, зачем два метра? Я говорю, ну, у нас в старом офисе, там, он узкий, стоят диваны, людям неудобно, там, протискивается и так далее. Сделаем два метра, я замерил, сколько диван, сколько надо, чтобы прошло. Он говорит, ё-ка, я учился пять лет в институте, двадцать лет работаю, ты пришел, ты что-нибудь знаешь в архитектуре? Ничего не знаю. Ну, давайте два метра здесь сделаем коридор. Я считаю, это один из лучших офисов у нас в городе. Не в плане какой-то красоты или еще чего-то, в плане функциональности, удобства и так далее. Это, это, я ничего не понимал в этой архитектуре, или, там, в конструировании, в проектировании, но, вот, я добился, вот ругался, матерился, выгонял меня, ну, вот сделали, это, там, один из моментов, это, привел. Там, еще куча было моментов. И когда кто-то приходит, там, да, при, например, при приеме на работу, я всегда говорю, предпочтение человеку, у которого, там, глаза горят, который хочет что-то сделать. Я уверен, что он и ночами будет, там, читать и получать недостающие ему знания. И когда придет какой-нибудь такой, присыщенный жизнью, великий специалист, маловероятно, что он что-то сделает. Когда ему скажешь, слушай, надо вот это, он скажет, ну, это не получится. Я же знаю, у меня опыт-то колоссальный уже, что, вот. Что касается, там, еще каких-то примеров, там, воодушевления, не знаю, Дональд Трамп, мне очень нравится, как предприниматель, вот, почитайте, значит, его книги, там, в несколько книгах есть, думаю, будет очень интересно, эмоциональные такие, приятные, комфортные. Еще, кстати, очень интересная книга, там, трилогия американского, как Теодора Драйзера, это финансист-стоик, финансист-титан-стоик, он вот так там идет, трилогий, тоже очень интересная. Она, хоть и художественная литература, на самом деле, отражает жизнь, там, и деятельность бизнесмена, причем, что там сто лет назад, что сегодня мало чего изменилось. Причем, что в Америке, что в Бануне, то же самое, там, не много чего отличается. Из каких-то примеров в Алтайском крае, у нас, я считаю, много, не знаю, там, предприятий, промышленных предприятий, там, тот же, например, Милик, уж не знаю, насколько знакомый, незнакомый, выступал, не выступал, ну, там, предприятие, которое существует, работает, добилось успеха, тот же, там, Алисиевно-продуктов, касаемо каких-то производителей. Мне нравился, например, Чичвакин, это Евросет, я считаю, просто, там, что называется, предприниматель от природы, и интересный, наверняка, человек, не знаю, незнакомый, но думаю, что тоже, там, его какие-то, там, эпатажные, пусть даже выходные, они, там, в том числе, там, воодушевляемые. Ну, как-то так. Так. Руки, пожалуйста, еще поднимайте, у кого-то сейчас останется. Еще один вопрос. Против Накентий, компания Комп. Какие проекты вы спрятнули во время корридиса, и особо интересует вот ЦУМ? Планировав, что ЦУМ будет перестроен, вот, в время идет, ЦУМ не меняется, ну, за исключением постройки, скажем так. Значит, если вы помните, ЦУМ стоял затянутый, в, как что-то, не вклюк туда-то, в чехол, многие застали с нас брать пример, играет, но он до сих пор стоит, но это сравнительно, что, я думаю, тоже новое слово в архитектуре. Поэтому какие-то изменения все-таки произошли. Что касается, там, глобальной реконструкции, это тоже была идея, где, там, 2007-го года, это, не знаю, там, идея, что называется, перли, и энтузиазм было хоть отбавлять. Действительно, там была у меня мысль сделать на месте ЦУМа что-то типа охотного ряда в Москве с большой подземным пространством. Там идея была от существующего здания ЦУМа в главпочтарку под Ленинским сделать помещение в два уровня, там, нижний парковочный, верхний, как такая галерея торговая, прогулочная. Сделать, там, большой стеклянный атриум, атриум на аллее Ленинского проспекта, одну выше Диметрова, другой этот купол ниже Диметрова, захватить остановки, то есть все углы запустить туда, сделать подземные переходы, там, причем тогда еще не было этих заборов и достаточно такой опасный был участок, была идея туда запустить людей, пропустить, там, на безопасность и так далее. Идея была красивая, очень много времени и сил на нее было потрачено, масса проработок была сделана, как раз со Шмидтом мы это делали. К сожалению, все уперлось, там, как раз земельный участок и возможность что-то сделать под проспектом Ленина, тоже, там, два года, наверное, мы на это убили, но, к сожалению, там, результаты это никак не дало. Поэтому, там, попутно за это время появились, там, тот же, сначала стадион Локомотив, потом БАПС, и, соответственно, там, на сегодняшний день уже точно никакого смысла в такой глобальной реконструкции нет. Вот такой ответ. И, на ваш взгляд, когда ожидать подъема? Подъем чего? Подъема, скажем, экономики, потребительского спроса. Ну, слушайте, вы многого от меня ожидаете. Ну, и никогда бы подъем. Я не знаю, когда ждать. Ну, просто очень, как безусмена. И, надеюсь, это будет связано не с подъемом нефти, но, может быть, все-таки мы сможем другими способами сделать. Да, кстати, я считаю, вообще, на сегодня, там, самое время, удачное время для развития любого, практически, производства. И, начиная, там, от стройматериалов, вы вот с дегатоном общались, где у меня вообще стало открытием, значит, что, я уже забыл бы порядка, по-моему, из 100%, они, в них, ну, практически по всем странам мира присутствуют сети компон, спортивные, гипермаркеты, на полу, и спортмастер, только еще больше, там, и ассортиментши, там, и для кольфы, и для рыбалки, и для конного пола, там, чего-то у них нет. Вот. И, по-моему, 40, что ли, процентов, или даже больше, из всех коньков, которые они продают по всему миру, они продают в России. И сейчас производство коньков, они открыли в России, где-то там, в Подмосковье, что ли, более того, они собираются экспортировать эти коньки, там, ввести их в Канаду, там, в второй по величине рынок по продаже этих коньков. Поэтому, вот пример, там, занимайтесь, не знаю, изготавливайте коньки, изготавливайте любые, когда кто-то приходит, там, не знаю, что нам как-то поставить продукцию, любую, на сегодняшний день, самое лучшее время делать любую продукцию, любое производство, большое, маленькое, оно будет выгодно, целесообразно, и так далее. Поэтому можно этим заниматься. Это время, любой кризис, это всегда время возможности. Набитая фраза, но это так. Всегда есть тот, кто будет работать хуже, тот, кто с рынка выпадет, значит, можно занимать его место. В данном случае, там, выпадают какие-то иностранные производители, значит, можно занимать их нишу. Последний вопрос. Я надеюсь, что он будет не по поводу вашего уже бизнеса. Нет. Мне вот продолжение для вашего ответа. Планирует ли, Мария Ра, вот у вас успешно менялся формат, вид работы, а планирует ли Мария Ра заняться даже производством самого? То есть у вас есть глобальный опыт вопросов-ответов, опыт знаний, возможностей. Ну, я же уже сказал, что у нас есть на самом деле производство. Я, кстати, могу сказать, про овощи уже совсем не говорили. Причем, вас не обижает, но тут есть история про овощи. Я это знаю, что про вращение на базе ваших групп. Значит, ну, это, если увлечь, все уйдут уже. Мы тут, не трое, чем одни, рассказываем, как это выращивать в овощи. Значит, у нас есть производство, тоже, ну, кстати говоря, фабрика кухни на Алдайском спускает 60 тонн продукции в сутки. Это одно из крупнейших производств подобного формата. Это, это всевозможные, там, пельмени, полуфабрикаты и хлебоболочные изделия. Причем, это на самом современном оборудовании, которое только сегодня существует в мире. Значит, пока, к сожалению, всю продукцию, там, мы изготавливаем и продаем, ну, там, 90% этой продукции продаем через собственные магазины. Небольшую, за все, часть продаем в тот же Ашан, но не только в Бармурге, еще давно, уже поставляем в Омске, в Новосибирске. Пытаемся расширить продажи, это тоже проблема. Где-то, наверное, мы не дорабатываем, там, ребята не совсем здорово продвигают эту продукцию, где-то рынок, может быть, тяжеловатый, но, тем не менее, у нас есть производство, я понимаю, что это такое, знаю, что это такое, и могу сказать одно, из всех видов деятельностей, которые мне довелось на сегодняшний день заниматься, самый сложный, самый технологичный, самый, ну, такой, и в плане сложный управление сотрудниками, это все-таки розничный бизнес. Вот, как бы там кто-то не говорил, подносили, а, торгаши, ну, поверь, это, это, что такое производство? Купил оборудование, купил сырье, поставил технологию, они произвели. Ну, может, совсем упрощенно, но, примерно выглядит это так. Гораздо сложнее продать эту продукцию. Недавно, буквально, где-то в ведомостях, где-то уже не помню, Норбюка прочитал, как было интервью одного из владельцев Мироторка, крупнейший в России производитель мяса, в свое время был импортер, но сейчас остается часть мяса, он завозит там, бразильский, ничего такого. Так вот, они открывали собственную сеть, и в этом интервью как раз там обмолвился о том, что мы наконец-то поняли, что такое торговка. И сегодня мы, вот он говорит, мы в одной лодке с ритейлерами, в одной лодке, вот он осознал, там, в убыточной, не знаю, уже забыл, закрыли или не закрыли, в целом, эту сеть точно сократили, там, три команды поменяли, и гораздо проще выращивать, там, пыльчков, свиней и так далее, чем оказалась торговая. Поэтому мы точно не так там все просто. С производством я точно так же убежден, что, наверное, все-таки каждый должен заниматься своим делом. Если заниматься, например, производством фабрика кухни, там, наш руководитель этого подразделения, я ему говорю так, Дим, нам, чтобы обеспечить собственную розницу, производство не нужно. Мы и так ее обеспечим. Масса будет желающих поставлять, начиная там от новосибирских лепотов, москвичей и так далее, и так далее, там, комбинат звездных, там самый крупный производитель в стране. Мы точно не останемся без продукции. Если что мы производим, то наша задача ее, ну, как минимум, хотя бы, процентов 30 продавать на страну. Тогда я скажу, что вы действительно грамотные специалисты, вы можете что-то сделать. Поэтому производство, это не сама цель, не самая сложная история, но без него, безусловно, не обойтись. Хотя, одна из таких тенденций, которые, я не знаю, вы наверняка это наблюдаете, видите, я думаю, что это станет такая проблема перед человечеством. В целом, это замена человека машинами. Мы сегодня, там, 800 человек выпускают 60 тонн продукции. Три года назад до входа этого комплекса у нас те же почти 800 человек выпускали 20 тонн продукции, в три раза меньше. То есть, сегодня мы, оснастив более современном оборудовании, в три раза сократили ручной труб. Мы на банк, когда я пришел, у них было около 500 человек, около 490, что ли, сотрудников. Когда мы посмотрели, проанализировали, стало понятно, что там 200, ну, 250, чтобы уж совсем резко не резать, будет заглазаем. То есть, за 70 лет, что существовал завод, технологии сильно ушли вперед. И это неизбежно. И дальше нужно будет уже думать, не знаю, правительством, государством, думать, куда задействовать высвобождающиеся руки, чтобы они не шли на революции, не знаю, там, выгибы, ничего там куда-то. Это реально проблема, которая там возникнет. Она уже там возникает. И как это не печально, для предпринимателей, для любого здравомыслящего предприятия, на сегодняшний день выгоднее иметь автоматику, грубо говоря, компьютер, станок, чем иметь человека в сотрудниках. Это лишние хлопоты, это социальные обязательства, это чтобы он туда-нибудь палец не засунул, да еще, чтобы он там хорошо сделан, не уволок мяса домой, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому производство вещь необходимая, она никуда не уйдет и точно будет существовать, но я думаю, что там будущее за сферой услуг. На сегодняшний день в Америке 70% грубо говоря, как сказать, товаробородных продуктов это сфера услуг. И у нас будет примерно так же. Ну что, я думаю, что начнем мы подводить итоги, и пока Евгений думает, кому он даст свой приз, я хочу сделать несколько объявлений.